Ребята, привет! Россия собирается принять решение об исключении движения Талибана из списка террористов. Почти три года талибы находятся у власти в Афганистане. Знаете, за что Талибан признан террористической организацией? Ну да, верно, за теракты. Талибан был признан террористической организацией в России в 2003 году, и они живут по законам шариата. А знаете, что такое шариат? Шариат – это система правил и обычаев, на которых строится исламское право. На данный момент Федеральная служба безопасности России разрешила завозить в страну трудовых мигрантов из Афганистана. Афганистан следует законам шариата, и Уголовный кодекс там предусматривает смерть через повешение для оступников мусульманской веры. Вот вам на вскидку пару законов. Побивание камнями и отрезание руки – это наказание, которое установил Аллах своим рабам, исходя из мудрости и милости к ним. Побивание камнями – это форма смертной казни, применяемая в исламском праве, при которой осужденного забивают камнями до смерти. Данная мера наказания применяется к прелюбодеям, гомосексуалам и нарушителям супружеской верности. Слышите, христиане, к вам едут те, кто по закону вешает тех, кто не их верой и забивает камнями тех, кого считают неверными. У меня был друг в моем поселке – гей, который сейчас поддерживает убийство украинского народа и обожает Путина. Мы с ним не общаемся, потому что я считаю всех, кто поддерживает убийство и вторжение – соучастниками. Ну что, Саня, как ты думаешь, полетят ли в тебя камни за то, что ты выбрал быть счастливым, не в гетеросексуальных отношениях? А еще вопрос у меня к запутинцам. Как вы относитесь к такому прекрасному решению вашего любимого президента? Мигранты ведь будут работать и жить не в его дворцах, а среди вас. Как вы считаете, коснется ли вас это, или вы снова думаете, что ваша хата будет в краю? Хорошо быть не политики, пока это касается смерти населения на других территориях, правда? Ну что, может, все-таки уже Гойда, или все, еще опять нет?